ЭЗОТЕРИКА О ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РАСАХ Из цикла ЭЗОТЕРИКА И САМОПОЗНАНИЯ ПРЕДИСЛОВИЕ Тщательно оберегаемые архаичные манускрипты и тексты содержат множество сокровенных истин и тайн, предназначенных для будущих поколений людей. О некоторых из них распространено много недостоверной информации и ложных слухов, большинство до сих пор неизвестны, другие сознательно уничтожены. Иногда человечеству выдаются некоторые древние знания. Зачастую они остаются загадкой, так как суть намеренно завуалирована, преподносится в виде аллегорий и символов. Востоковеды же и криптографы видят в них только «мертвую букву» и воспринимают священные тексты как полную бессмыслицу или непонятную сказку. Библия, в их числе. Очень мало людей на Земле способны понять их символические термины и истинный смысл. Общие сведения Физический человек появился и существует на нашей планете более 18 миллионов земных лет. За этот период поверхность Земли, очертания ее континентов и положение полюсов менялись не один раз. Каждая доисторическая раса развивалась на отдельном материке, достигала наивысшей точки эволюции и исчезала при очередном геологическом катаклизме. Подобные глобальные катастрофы – явление цикличное, зависящее от скорости вращения планеты и эксцентриситета ее орбиты. Старые материки скрываются под океанскими водами, а новые появляются на поверхности. Современное человечество относится к пятой коренной арийской расе. Ранее существовали четыре расы, которые давно исчезли с лица Земли, память о них сохранилась лишь в тайных летописях. Смена их происходит таким образом, что в один и тот же временной отрезок могут существовать потомки или представители предшествующей расы, коренной и будущей, различные периоды их развития накладываются друг на друга. Каждая коренная раса подразделяется на семь супрас, которые, в свою очередь, состоят из различных подрас, народностей и племен. Все они подчиняются тем же циклам – рождение, расцвет, закат. Первые три расы были духовные и обладали врожденной мудростью, последующие стали более материальными. Первая раса Колыбелью первого человечества является священная страна. Над ней в зените светит Киносура – полярная звезда. Этот материк никогда не претерпевает изменений и не исчезает с поверхности Земли, как все другие. Почти прозрачными астральными тенями были эти бесформенные огромные существа, называемые пхута, чехаая или дыхание. Бесполые были они, размножение осуществлялось почкованием и выделением, могли ходить и летать. Смерть не грозила им, стихии не страшили их, так как ни огонь, ни вода не могли им навредить. Это была единственная раса, которая не погибла, а была поглощена второй, растворилась в ней и покрылась более плотной внешней оболочкой. Вторая раса Ее материк располагался к югу от северного полюса там, где сейчас северная часть Азии, впоследствии греки назвали его гиперборейским. Сказано, что там солнце полгода не заходит за горизонт, в течение года бывают лишь один день и одна ночь. В те дни эта страна не знала холодных сезонов. Бесполая первая раса развила вторую, андрогинную. В начале эволюции это были порожденные почкованием или выделением и спор своих прародителей, не подверженные пагубным воздействием среды обитания, существа. Они еще не напоминали современного человека, но стали более плотными физически и теперь уже были зависимы от стихий. В те далекие времена еще происходило формирование земной тверди. После очередного глобального катаклизма произошло смещение земной оси, океаны изменили свои русла. Континент вечной весны превратился в страну сурового Борея с вечной мерзлотой. Вторая была уничтожена. Третья раса. Обширный континент ее сейчас принято называть Лемурией. Он включал часть Восточной Африки, простирался до Австралии и Тихого океана. Подземные огни, то есть вулканы, разрушили его. Горные вершины превратились в острова, разбросанные в океане. Один из них, известный своими статуями остров Пасхи. Первоначально третья была двуполой. Первые супрасы размножались выделением яйца. Затем появились гермафродиты. Еще позднее произошло разделение на два пола. Так называемое «падение в зарождении». Люди позднейшего периода стали прекрасными и могучими гигантами мужского и женского пола. Сыны мудрости наделили их искрами разума. Как и предыдущие расы, они были носителями врожденной божественной мудрости. Четвертая раса Атлантидой называют огромный материк великанов Айви-расы. Описанный Платоном одноименный остров был всего лишь его маленькой частью. Четвертая достигла высокого уровня развития цивилизации, по сравнению с которой египетская, римская и греческая представляются совершенно ничтожными. Атланты «вкусили запретный плод», то есть врожденная мудрость соединилась с земным рассудком в ущерб первой, и полив материальность. Вернуть утраченные знания и магические способности можно было упорным духовным трудом и соответствующим посвящением. Произошло разделение расы на черных колдунов и белых магов, жестоко воевавших между собой. При очередной геологической катастрофе и смещении океанов была уничтожена почти вся четвертая. Последний ее остров скрылся в Пучине примерно 12 тысяч лет назад. Географическое положение этого континента не раскрывается из-за опасений осквернения. Пятая раса Наша раса – в Арийская коренная, материк Европа и Азия, но в несколько иных географических очертаниях, нежели это принято считать в настоящее время. В начале своего развития она была свидетелем гибели четвертой, остатки которой смешивались с арийцами еще примерно 11 тысяч лет назад. Те из атлантов, кто спаслись, образовали полудикие племена, например, ацтеки, дичали и вырождались, другие, становились мудрыми наставниками новой расы. В древних писаниях упоминаются имена атлантов Асурамая и Нарада. Это они и их потомки, они инопланетяне, строили пирамиды и обучали человечество пято искусством, наукам, знаниям зодиака, архитектуре, воздухоплаванию, государственному устройству и многому другому. Африканская магия Вуду лишь жалкий отголосок знаний проклятых черных магов Атлантиды. Антропологи и этнографы официально признают три или четыре человеческие расы – негроидная, монголоидная, европеоидная и выделяют еще много различных народностей. В эзотерике утверждается, что так называемые европеоиды являются пятой суп-расой пятой коренной расы. Шестая суп-раса зарождается на американском континенте, примерно через 25 тысяч лет начнется становление седьмой суп-расы. Эта последняя станет прародителем грядущей шестой коренной расы. Глобальных катаклизмов, при которых происходило смещение океанов, скрывались под водой целые материки и поднимались новые – было четыре. Им всегда предшествуют серии менее мощных, но разрушительных катастроф. Настанет время и для пятой – первой канет в пучину Англия, затем вся Европа и оба американских материка. Шестая раса Первые ее представители уже не слышно и незаметно начали существование на американском континенте, они есть среди нас, их пока очень немного. Сказано, что они своеобразны, отличаются от типичного человека с кладом ума и физически. Пройдет много тысячелетий, они будут рождать себе подобных, возрастет их численность и однажды они окажутся в большинстве. Тогда уже последующие пятые станут считаться аномальными выродками и постепенно будут вырождаться. Новый материк поднимется из глубин океанов, на который постепенно переселятся представители шестой и вымирающие остатки пятой. Шестая уже в срединных суп-расах освободится от материальности, будет становиться более духовной. Что говорит официальная наука? Да ничего не говорит, просто молчит, как будто доисторические расы вовсе не существовали. Не признается даже существование Атлантиды. При этом многим феноменам и открытиям просто нет объяснений. По всей поверхности нашей планеты разбросаны огромные загадочные мегалиты неизвестного назначения, полуразрушенные величественные сооружения, удивляющие современников неизвестными технологиями, археологи находят гигантские скелеты и удивительные находки, не иначе это дело рук пришельцев или марсиан. Об очередном подобном открытии ученых рассказано на сайте в статье «Шокирующие открытия», сделали анализы ДНК, установили «объяснений нет», впали в шок. Нелогично ли это объяснить тем, что все мы принадлежим к устоявшейся пятой суп-расе пятой коренной арийской расы? И признать, наконец, существование доисторических гораздо более развитых цивилизаций. Заключение Специально для скептиков, в этой статье никто никому не навязывает своего мнения и не заставляет верить в вышеизложенное. Авторы, из работ которых подчеркнуты эти сведения, были столь высокого уровня развития, что немногих современников можно сравнить с ними. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания JASH Club и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.